За себя и за того парня Автор рассказа Андрей Ломачинский У Сива был младший брат. Он тоже поступал в академию, но пролетел и потом пошел в Сангик. В принципе, Сив младший по кличке Молодой повторил судьбу Валеры, студента, разве что бросать Сангик не собирался и гражданской жизнью был вполне доволен. От такого родства судеб студент в молодом душе не чаял, всячески ему помогал и был, так сказать, в старших наставниках. А вот что касается отношения к учебе, то в отличие от студента у обоих братьев Всевохиных подходы особо не отличались. Абы сдать. Дело близилось к зимней сессии. У нас как раз закончилась лекция по инфекционным болезням. Выходим, смотрим в сторонке в заснеженном дворике, стоит Сивохин младший и глазами в толпе слушателей кого-то выискивает. Наконец увидел студента и бегом к нему. На лице растерянность, от волнения аж заикается. Спрашиваем, что случилось. И тут молодой обращается к Валере с необычной просьбой. Сдать за него микробиологию. Потому что у него по микробам полный завал. Идут они первым экзаменом и сдавать их завтра, а он за семестр и учебника не открывал. Короче, если студент не поможет, то прощай, институт. Студент давай отнекиваться. Да у нас же микробы на третьем курсе были. Я, мол, все забыл. А тот умоляет. Да ерунда. У вас вон и гигиена, эпидемка. И бокоружие после были. А сейчас вот инфекция идет. Хоть на троечку-то с минусом ты наговоришь. Грозится за такой подвиг себя последнюю рубашку снять. Но студента в лучшем ресторане накормить. Валера почесал затылок, поморщился и сказал ладно. Правда, взяв с молодого слова, что в случае провала тот его винить не будет. На том и порешили. Вообще-то Валера похож на младшего Сивохина, как Эйфелева башня на линию электропередач. Силуэтом. А вот на морду совсем разные люди. На счастье, у студента завалялось несколько старых фотографий, когда он еще в институте фотографировался по гражданке на студенческий билет и зачетку. Молодой же уверял, что он на кафедре микробиологии был гостем редким. А поэтому в лицо его там никто, кроме его родного препода не знает. А сдавать он будет какой-то доцентихе, что вообще в глаза его не видела. А поэтому можно смело переклеить фото в его зачетной книжке. Однако от такой идеи пришлось сразу отказаться. В их сангиговском учебном отделе, или как там эта контора в гражданских вузах называется, оказались уж очень ушлые люди. Фотку в зачетку они налепили таким зверским клеем, что отклеить оказалось абсолютно невозможно. Тогда решили еще круче, подделать сразу всю первую страницу. Копировальных машин тогда было раз-два и обчелся. В фундаменталке стоял допотопный ксерокс, который штамповал плохонькие копии, да еще ужасным синим цветом. За каждую скопированную страницу брали какие-то копейки, весьма неслабые по тогдашним понятиям. Обслуживали этот аппарат злющие тетки, и у него постоянно толпилась очередь из офицеров. Содрать там зачетку полностью отпадало. Тогда решили использовать новейший аппарат, что был на рентгенах. В смысле на кафедре рентгенологии. В принципе, это был рентгенаппарат, а не копировальная машина, где вместо пленки использовалась электростатически заряженная пластина. Но изображение там выводилось на экран, а если нужно было сделать бумажный отпечаток, то рядом стояла другая машинка, весьма похожая на копировальную, где с блестящей металлической пластины при помощи яркого света делалась копия на бумагу, примерно как на том же ксероксе. Только было одно неудобство. Вместо копировального порошка в эту машинку заряжался рулон ленты, типа черной угольной копирки. Видать, эта лента была в дефиците, и поэтому на том аппарате, если кому и делались копии, то только их генералу, начальнику кафедры и главному рентгенологу Советского Союза. У нас звания и должности были пониже, а значит попасть к этой машинке, да еще со странной просьбой скопировать зачетку, нам не светило. Студент без особой надежды привел Сива-младшего к кафедре. Затем он долго объяснял, где стоит этот чудо-аппарат и кому лучше всего подойти с такой странной просьбой. Насчет просьбы молодой ответил просто. Это стопудовое палево, просить не будем. Тогда студент отказался с ним идти на кафедру, самовольно вламываться в кабинет, по его представлениям, было верхом безрассудства. Молодой пошел один, а студент присел нервно перекурить на лавочке. Не прошло и десяти минут, как к нему молодой подходит. Подмышкой пальто, сам одет в белый халат и колпак, а в руках держит штук десять копий своей зачетки. Идет, чуть не плачет. Студент аж подпрыгнул от недоброго предчувствия. Что, спалили? Да нет, нормально все. Зашел в вестибюль, в раздевалке разделся. Думаю, у меня падлы аж на плечи ложатся, а вы тут все стриженными ходите. А не закасите ли мне под медперсонал? На курсанта ведь я не похож. Это у вас халаты на кафедрах выдают, а мы каждый со своим ходить обязаны. Вот я из своего портфеля достал собственный халат, нацепил свой колпак, а колпак у меня во, полметровый, почти как у повара. Засунул зачетку в карман, а там, посмотрю, на каком-то столике стоит пустой стерилизатор. Я его подхватил и с деловой мордой пошел по твоей наводке кабинет скопировалкой искать. А там какой-то мужик, куча курсантов, чего-то объясняет. Я извинился, потом протиснулся в тот кабинет, поставил там стерилизатор и бегом к аппарату. А там устройство для дураков. Кнопка on-off и копии. Ну че, включил с of на on, положил зачетку, да нажал копии. Вот, наштамповала мне кучу копий. Потом вышел, никто на меня даже и не глянул. А че грустный такой? А ты на это говно посмотри. Какой дурак поверит. Оно, зараза, все жирным черным цветом нарисовало. И синюю печать, и синюю подпись, и еще каких-то точек вокруг налепило. Стопудовое палево. Студент забрал у молодого зачетку и долго вертел ее в руках, сверяя с копиями. Получилось действительно плохо. И тут взгляд студента упал на последнюю страничку зачетки. Там маленькими буковками было написано «Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография номер 2 имени Евгении Соколовой». Студент медленно поднял глаза и тихо произнес «Я знаю, где это. Поехали». На город уже упали ранние зимние сумерки. Силуэты зданий сгладились, а потом и вовсе растворились в мельтешении снежинок. Повсюду зажглись фонари, давая вокруг себя размытые красивые желтые ореолы. Рабочий день подходил к концу. Под ногами спешащих домой людей чавкала холоднючая каша из полураскисшего снега и соли. До экзамена оставалось немногим более 15 часов. По пути к метро студент отправил молодого в Антимир, наказав купить бутылку водки и бутылку хорошего коньяка. Тот еще минут 20 толкался там в очереди, наконец купил. Когда добрались на Измайловский, то уже совсем стемнело. В ранней ленинградской ночи типография номер 2 имени некой Евгении Соколовой казалось мертвой. Похоже, что работали здесь только в одну смену и все уже ушли домой. Ребята обошли здание и тут заметили свет в нескольких окнах. Студент слепил снежок и кинул его в окошко. Вскоре к стеклу подошел какой-то дедок в рабочем халате, весь перемазанный типографской краской. Он с удивлением уставился на Валерку, чего это солдату тут понадобилось. Ребята принялись ему объяснять, оживленно жестикулируя. Но у деда в его небольшом цеху работал печатный станок, и тот ничего не расслышал. Да и смысла в махании руками не понял. Тогда Валерка вытащил из портфеля пузырь и многозначительно потряс им. Через несколько минут с торца здания открылась неприметная дверь, и дед поманил их. «Чего тебе, служивый?» «Отец, выручай». «За дело с нас, Могорыч. У вас тут зачетки печатали. Может, чего осталось? Не найдешь ли мне подобной книжицы? Нам даже не вся книжка нужна, а лишь первая страница с обложкой». Рабочий повертел зачетку в руках и многозначительно сказал. «Старый заказ. На такое даже контрольный экземпляр не оставляют. Но на обложку старое клише в инвентарке найду. А вот текст или новку, вот если вы еще и напарника моего, в смысле того. Короче, за два Могорыча мы вам такую зачетку запросто спечатаем. Отец, нет проблем. Смотри сюда. Зачетку нам, а эту водку и коньяк вам. Только вы странички не сшивайте». Через пару часов ребята распрощались с работягой, передали Могорыч и получили взамен кучу корочек и бланков. И по бумаге, и по шрифту сходство было стопроцентным. Ленинградский государственный санитарно-гигиенический институт имени Мечникова. За исключением рассыпающихся страниц, настоящая зачетка. Не подкопаешься. Ребята приехали на курс и пошли на поклон к бате, нашему художнику Виталику Руденко. Тот похожим почерком переписал титульный лист, потом наклеил туда старую фотографию студента. С печатью оказалась проблема. Сварили яйцо вкрутую, очистили, но теплым яйцом эти чернила переводиться не желали. Точнее, на яйцо печать перевелась, а вот обратно на бумагу не захотела. Мы таким методом обычно переводили печати на увольнительных записках, когда бегали в самоволке на младших курсах. Но там, наверное, чернила были другими. Делать нечего. Батя достал кальку и лупу и сел химическим карандашом копировать печать вручную. Эта супер-ювелирная работа заняла часа два. Потом батя положил кальку на новоиспеченный титульный лист, напитал все это своим очередным дралоскопическим рецептом, смесью из изопропилового спирта, ацетона и глицерина, а потом прижал утюгом. Через минуту химический карандаш перевелся на фотографию и новоиспеченный титульный лист. Если особо не приглядываться, то весьма похоже. Правда, глицерин оставил на бумаге довольно пакостные разводы. Молодой осмотрел подделку и удовлетворенно хмыкнул. Палево, но не стопудовое. Короче, пусть думают, что ты студент на зачетке тюльку жрешь. С этими словами он взял немного постного масла и грязи с пола, да хорошенько затер уголки новенькой обложки. Получилась нормальная студенческая зачетка средней неряшливости. Затем аккуратно разрезали Шиву на настоящей зачетке молодого и переставили листы с подписями преподавателей в этот новодел. А затем студент отправился с этой зачеткой по комнатам выискивать тех, кто не спит. У нас каждый знал, что Валерка до Академии три года отучился в Сангиге, и поэтому, когда тот показывал эту зачетку, никто не удивлялся. Удивление начиналось, когда читали фамилию Сивохин вместо Ребуха. Тест на аутентичность сошли благополучно пройденным. Время далеко за полночь, до экзамена осталось менее пяти часов, теперь можно и поспать. Так поздно возвращаться домой смысла уже не было, и поэтому студент и молодой разбрелись по комнатам. Закон в этом плане у нас был прост, где койка свободна та и твоя, а свободных больше половины. Утром, бросив дежурное, если меня будет искать начальство или спрашивать преподавателя, то я заболел и пошел в поликлинику, студент вместо занятий поехал на когда-то родную Пискаревку. Там у студенческой общаги Сангига его уже поджидал молодой. Для снижения риска засветки, точнее застука ненадежными сокурсниками, а особенно сокурсницами, решили, что безопасней пойти в числе последних. Это в Академии списки составляли, а тут же живая очередь, как на прием к стоматологу. Сиди и дрожи при слове следующий. Поэтому ребята вначале отправились в хоромы к студенту, где тот неспешно переоделся в гражданку, потом сходили в столовку покушать и лишь потом заявились на экзамен. Вообще-то студент чуть сразу на том экзамене не провалился. Ну, во-первых, он по привычке решил подойти доцентихе строевым шагом. От такого грохота тетка подпрыгнула и быстро-быстро заморгала глазами. Она внимательно уставилась в Валеркино лицо. Нет, не то чтобы она там чего-то заподозрила, просто понять не могла. Это что, молодой человек издевается или заучился до сдвига по фазе? Во-вторых, вместо вежливого «Здравствуйте» из его глотки вылетела привычно казенная «Товарищ доцент, студент третьего курса, рядовой гражданин Сивохин на сдачу экзамена по микробиологии прибыл. Разрешите взять билет?» Доцентиха опять испуганно заморгала, потом нацепила очки и уставилась в поддельную зачетку, медленно листая страницу за страницей. «Да вы не волнуйтесь, Сивохин. Я, конечно, вижу, что ваша общая академическая успеваемость оставляет желать лучшего, но я обещаю вам абсолютно непредвзятое отношение. Возьмите себя в руки, потом возьмите билет и спокойненько идите готовиться. Но главное, не переживайте так. Мы же тут не звери, мы понимаем ваше состояние». Валера тоже понял, что дал маху, выключил свои военные рефлексы, тут же вспомнив либерализм своей прошлой студенческой жизни. Он спокойно взял билет и пошел готовиться. Досталась ему кишечная палочка и возбудитель тулеремии. Микробы действительно студент подзабыл. Всякие там посевы на среды и на пестрый ряд, всякие там антигены и покраски. Вместо этого всплыли титры и индексы, штатные укомплектования спецотрядов, ликвидации очага и разведмероприятия в тылу. Расчет комплектов ОИ-3 и РО-1 при боевом применении тулеремии с газом БИЗ по плотно населенной местности, а также организационно-штатная структура формирований, обеспечивающих карантин на уровне областного центра. Но время неумолимо ползло вперед, и вот подходит его очередь отвечать. Валера вздохнул, взял беспорядочно исписанный листок и подошел к доцентскому столу. Товарищ доцент, ой, виноват Тамара Павловна. Я бы хотел несколько глобальнее осветить проблему кишечной палочки, казалось бы, обычного представителя микрофлоры наших каловых масс. Вначале рассмотрим ее в общеэпидемиологическом, а затем в клиническом аспектах. И тут Валера перешел в словесный аллюр. Он собрал все свои знания, сыпал номерами приказов, министерских инструкций, неотложных мероприятий, цитировал параграфы из РМО «Мирного и военного времени». РМО – руководство по медобеспечению. А уж когда подошел к клинике, описав все разновидности клинической картиной Коли Энтрита, перепрыгнул на хирургию, где стал рассказывать лечение тяжелых каловых перитонитов при огнестрельных ранениях толстого кишечника на этапах эвакуации раненых с фронта. Так и не дождавшись, когда же дело дойдет непосредственно до самой микробиологии, доцент попросил перейти ко второму вопросу. Тут началось еще хуже. Валера, словно забыв, что он в гражданском вузе стал выдавать всякую закрытую информацию, обильно подсаливая ее байками, что слышал из секретных ящиков. Когда он дошел до классификации боевых штаммов, тулеремии и принципиального конструктивного устройства ракетной боеголовки для распыления спор, доцент не выдержала. «Хватит, Сивохин. Несмотря на некоторые пробелы в деталях, я ставлю вам твердую отличную оценку. Ваш медицинский кругозор просто вызывает удивление. Для третьекурсника вполне неплохо. Из вас получится хороший санитарный врач. Жалко, что вы в научный кружок на нашу кафедру не ходите». Студент встал, манерно склонил голову, взял зачетку из рук доцентихи и, коротко бросив до седания, пулей вылетел из кафедры. Внизу его с нетерпением ждал настоящий Сивохин-младший. «Ну как?» «Стопудовое палево». «Отлично». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова